В Тверской области продлено действие ряда ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление было принято на заседании Президиума регионального правительства в минувшую пятницу. Документ, в частности, оставляет в силе ограничения на работу объектов гостиничной, образовательной, медицинской и других сфер. Примечательно, что если раньше подобные меры действовали до 1 июня, то теперь ограничение будет оставаться в силе до его отмены соответствующим документам, то есть пока на неопределенный срок. Между тем, представители сфер туризма, общественного питания и других отраслей в связи с пандемией, не имеющих возможности полноценно функционировать, всерьез обеспокоены происходящим. Каждый день простое серьезно бьет по их финансовому положению. В Тверской области продлили действия ограничительных мер, связанных с работой гостиниц, отелей, объектов образовательной сферы и ряд других. Принятое на минувшей неделе постановление областного правительства оставило в силе ограничения на бронирование мест, прием размещения граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, санаториях, включая санитарно-оздоровительные детские лагеря. Исключение действует лишь для лист, находящихся в служебных командировках. Словом, по мнению региональной власти, полностью снимать ограничительные меры на территории Верхней Волжья пока рано. Ранее данная ограничительная мера действовала до 1 июня 2020 года. Теперь ограничение будет действовать до его отмены соответствующим документам. Кроме того, данный документ оставляет в силе ограничения для организации отдыха и оздоровления сезонного или круглогодичного действия. Определено также ограничение на посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее и дополнительное образование, а также учреждения, осуществляющих спортивную подготовку. Впрочем, если с бюджетными заведениями, получающими деньги из государственной казны, все понятно, да и школы в связи с началом летнего сезона ушли на каникулы, то вот с объектами малого и среднего бизнеса, гостиницами, отелями, объектами общественного питания, салонами красоты, самостоятельно аккумулирующими финансы, ситуация с каждым днем осложняется. Большинство из них остаются в режиме простоя с конца марта. Денег, разумеется, брать неоткуда. Под особым ударом гостиничная сфера. Работу на вынос или доставку на дом, как сделали рестораны или кафе, в их случае не организуешь. Более того, предприниматели еще могут схлопотать солидный штраф, если в их деятельности будут найдены нарушения. В отношении юридического лица сумма санкций может превышать 300 тысяч. Жесткая статья, но мы надеемся, что в период моратория на проверки, в период, которым необходимо ослабить административную нагрузку, данные положения не будут использоваться ни в недобросовестной конкурентной борьбе, ни для того, чтобы каким-то образом повлиять на экономическую активность. Впрочем, сейчас бизнес в такой ситуации, что ему скорее прописан не кнут, а пряник. В нынешних реалиях важно скорее спасать его, а не карать. Однако пока исчерпывающие помощи бизнеса стороны властей не чувствуют. Во всяком случае, на это сетуют многие предприниматели. Да, часть послаблений для представителей пострадавших отраслей сделана. Отменена уплата налогов за один квартал, кроме НДС. Снижены страховые взносы с 30 до 15 процентов и ряд других. Однако по-прежнему с предпринимателей никто не снимал бремя выплаты по коммунальным услугам и за аренду помещений. По-прежнему владельцы тех предприятий, чья деятельность приостановлена, вынуждены платить зарплаты сотрудникам, а также налоги, которые, несмотря на предоставленную отсрочку, все же придется рано или поздно уплатить. Вместе с тем, в качестве одной из действенных мер поддержки бизнеса все еще называется выдача беспроцентных кредитов на зарплаты сотрудникам. Но, во-первых, это не полноценные зарплаты, а только лишь выплаты на уровне МРОД, то есть чуть больше 12 тысяч в месяц. Во-вторых, займы, хоть и беспроцентные, но их тоже нужно отдавать. Но с чего? К примеру, гостиничный бизнес, как известно, вещь сезонная. Объекты туриндустрии в наших климатических условиях в низкий сезон большую часть времени работают на треть мощности. Либо вообще стоят на консервации. Даже если представить, что ограничительные меры для них будут сняты в июле, времени на полноценную работу будет совсем мало, от силы полтора-два месяца. И то, если повезет с погодой. Успеет ли предприятие получить столько, чтобы и кредит отдать, и хоть какую-то прибыль получить? Вопрос открытый. Тем не менее, пока о каких бы то ни было более существенных мерах поддержки говорить не приходится. Наверное, в нынешних реалиях это капля в море. Потому что, конечно, не работает, никто не работает, не аккумулирует никаких средств. Цепочка производственная, продовольственная, всё, она прервалась. И та помощь, которая оказывается, она не даёт возможности людям выживать. Предприниматели в один голос утверждают, что следует рассмотреть какие-то рациональные меры ограничений, чтобы и эпидемию остановить, и бизнес не угробить. Разрешили ведь людям ходить в кино, соблюдая социальную дистанцию. Почему, к примеру, нельзя осуществить подобное в гостиничной сфере или на объектах общепита, скажем, в ресторанах и кафе? По мнению президента Тверской торгово-промышленной палаты Владислава Шорикова, главное, что сейчас стоит сделать, это наладить диалог между бизнесом и властью, чтобы они, наконец, услышали друг друга. Наверное, слабым местом является отсутствие должного общения и непосредственной такой онлайн, что ли, корректировки действий, потому что всё-таки этот процесс непростой, и охватить всё одним постановлением или одним решением невозможно. Предприниматели надеются, что ограничительные меры будут скорректированы и станут более избирательными и рациональными. Иначе к концу эпидемии мы рискуем потерять большую часть субъектов малого и среднего бизнеса, что негативно отразится на экономике в целом.